Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сентябрь, 13-е. Святая Великомученица Китивана происходила из царского рода Багратиони и была правночкой царя Картолинского Константина в 1469-1505 годах. Став супругой Давида, наследника царя Кахетинского Александра II в 1577-1605 годах, она сама правила царством. Глубокое благочестие царицы проявилось в особенном попечении о нуждах грузинской церкви, в построении храмов, приютов и странно приимных домов. После смерти мужа святая Китивана поселилась в уединении. Брат ее мужа, Константин, прозванный Окаянным, принял магометанство и по наущению шаха Аббаста I подослал убийц к престарелому отцу, царю Александру II и брату его Георгию. Совершив преступление, Константин велел положить тела убитых на верблюдово и отправить их к царице Китиване. Ужаснувшись в обеянии, царица оплакала безвинных страдальцев и похоронила их в Воловерском соборе. Нечестилица, однако, посягнул на ее честное вдовство и попросил ее руки, пригрозив случай отказа принуждением. Царица Китивана собрала кахетинцев и выступила против Константина, разбила вероотступника и нечестивца. Он нашел бесславную смерть со множеством персидского войска. Под мудрым правлением царицы Китиваны в кахетии водворились мир и справедливость. Шах Аббас первый возвратил ей сына Теймураза, который хотя и жил несколько лет при его дворе в качестве заложника, но сохранил православную веру в чистоте. Впоследствии шах Аббас, угрожая Грузии опустошением, принудил кахетинских феодалов к выдаче знатных заложников. В их числе по добровольному согласию оказалась и царица Китивана. Желая отвратить беды от грузинского народа и святой церкви, она прибыла в Испагань. Шах Аббас предложил благоверной царице принять магометанство, но получила решительный отказ. Тогда царица Китивана была брошена в темницу, где провела 10 лет, исполненных мучительными страданиями. Ни пакости от персидских придворных, ни хитрые предложения шаха возвести ее в царицы персидского государства, ни предлагаемые ей великие сокровища, ни прошения и моления придворных и персидской знати, пощадить себя, произнеся лишь одно хульное слово на Христа. Ничто не могло поколебать страдалицы Христовой. Ее пытали раскаленными клещами, повесив крестообразно на дереве. На голову святой мученицы надели раскаленный до красна железный котел. Густой дым от загоревшихся волос и всей головы поднялся вверх. И блаженная мученица предала Богу святую душу свою. 13 сентября 1624 года. Три светлых столпа, опустившиеся на тело святой Китиваны, знаменовали ее духовную победу. Мощи святой царицы Китиваны были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра, монахами Августинского ордена, бывшими свидетелями ее исповеднического подвига. Части мощей, честная глава и правая рука мученицы были переданы августинскими монахами царю Теевмуразу I и положены под престолом Алаверского собора святого великомученика Георгия в Кахетии. Католикос-патриарх Захария 1613-30 годы. Причистил великомученицу к лику святых и установил ее память 13 сентября. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.